Так называемый мирный суд сионистского режима в Иерусалиме разрешил евреям проводить молчаливые молитвы в священной мечети Алякса, сообщает агентство Енишафак. Прецедентом стала жалоба Равина Арье Липо, который регулярно проводил на храмовой горе молчаливые молитвы. Ранее Липо было запрещено посещать храмовую гору, в связи с чем Равин и обратился в суд. В своем решении судья отметила, что его ежедневные посещения храмовой горы показывают, насколько это важно для него. При этом в Израиле существует запрет на молитвы немусульман на территории мечети Алякса. Палестинская администрация и контролирующая сектор газогруппировка Хамас резко осудили решение Иерусалимского мирового суда, разрешившего евреям молиться шепотом на храмовой горе. Израильский суд возглавил борьбу оккупантов против мечетей Алякса, Иерусалима и палестинского народа. Это военное преступление пополнит длинный ряд преступлений, совершенных судебной системой сионистов. По мнению представителя Палестинской администрации Мухаммада Аль-Хабаша, вердикт заложил мину религиозной войны, которая затронет весь мир, и поднес к ней горячий фитиль. Член Хамаса Абд-Аля-Латиф Аль-Кану заявил, что оккупанты ведут непримиримую борьбу с палестинским наследием, грабят и присваивают их историю, причем как мусульманскую, так и христианскую. В группировке отмечают, что поселенцы поспешили воспользоваться разрешением и провели тихую молитву у Аляксы. Осудил решение и христианско-исламский комитет в поддержку Иерусалима. Он заявил, что храмовая гора находится в юрисдикции Иерусалимского Вакфа, а не мирового суда. Он призвал короля Иордании Абдалу II, хранителя Иерусалимских святынь, вмешаться в ситуацию. МИД Турции решительно осуждает решение Израильского суда о разрешении иудеям молиться в мечети Алякса в Иерусалиме. «Мы призываем международное сообщество решительно выступить против этого незаконного и опасного решения и всех провокаций против мечети Алякса». Помимо Турции, недовольство решением выразили Египет и Иордания. Постановление Израильского суда на фоне участившегося вторжения еврейских поселенцев мечеть Алякса и запрета на вход десятков палестинских прихожан в мечеть и проведение религиозных занятий на территории мечети фактически воспринимается как изменение статуса этого священного места.